Знакомый мне с малых лет. Новый глава региона Владимир Мазур принял участие в ряде мероприятий. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области приступил к руководству регионом 12 мая. 14 мая Владимир Мазур дал старт акции «Сад памяти» в окрестностях деревни Губина Томского района. В припоселковом кедровнике глава региона высадил саженцы кедра и предложил участникам акции придумать название для леса, который здесь вырастет. Для этого в Томской области организован специальный конкурс. Он проходит в два этапа. До 17 июня будет идти прием заявок. С 20 июня по 20 июля жители Томской области проголосуют за лучший вариант. С информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на сайте областной администрации. Отметим цель, объявленной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне акции – высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы войны. Участие в акции «Сад памяти» также приняли заместители губернатора, главы ряда муниципалитетов, представители депутатского корпуса. Выезжал глава региона и в поселок Зональная станция Томского района. Там 16 мая Владимир Мазур вручил первый жилищный сертификат для детей-сирот. Мероприятие состоялось на центральной площади поселка. Обладательницей сертификата стала жительница Зональненского сельского поселения Татьяна Хачатурова. Документ расширяет возможности приобретения жилья для детей-сирот. В частности, по нему можно приобрести квартиру в любом муниципалитете региона. Им можно погасить часть стоимости жилья или использовать в качестве первоначального взноса ипотечного кредита. То есть приобрести квартиру площадью более 33 квадратных метров, положенных сиротам по закону. Также 16 мая в Томске Владимир Мазур посетил самый крупный городской респираторный госпиталь при медико-санитарной части номер 2. Глава региона зашел в приемный покой и переодевшись в красную зону респираторного госпиталя, реанимацию и общее отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Владимир Мазур пообщался с врачами и пациентами госпиталя, поинтересовался самочувствием больных, динамикой их выздоровления, спросил о пожеланиях и пожелал пациентам скорейшего выздоровления. Вице-губернатор по социальным вопросам Алена Левко и главный врач медсанчасти номер 2 Александр Холопов рассказали Владимиру Мазуру о технической оснащенности респираторного госпиталя, наличии лекарственных препаратов и обеспеченности кадров. В этом году в медсанчасти должна быть разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта главного корпуса, где базируется респираторный госпиталь. 17 числа временно исполняющий обязанности губернатора Томской области открыл пленарное заседание Дней славянской письменности и культуры в регионе. Организационное мероприятие духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия прошло в областной администрации. Как подчеркнул Владимир Мазур, сегодня как никогда важна духовная и просветительская работа, особенно среди молодежи. Глава региона поблагодарил организаторов Дней славянской письменности и культуры в Томской области и лично митрополита Томского и Асиновского Ростислава. А также вручил благодарности гостям чтений. В качестве главы региона на минувшей неделе Владимир Мазур провел в лагерном саду выездное совещание о ходе реализации проекта по строительству межуниверситетского студенческого кампуса на левобережье Томска. Об основных параметрах проекта Владимиру Мазуру рассказали его заместители, исполняющие обязанности мэра Томска Михаил Ратнер и председатель консорциума научно-образовательных организаций области, ректор Томского госуниверситета Эдуард Глажинский. На встрече глава региона оценил благоустройство лагерного сада и пообщался с томичами. Кроме того, Владимир Мазур принял участие в заседании Томского консорциума научно-образовательных организаций. За круглым столом в Доме ученых Томска глава региона познакомился с ректорами томских университетов и главами академических институтов. Участники встречи обсудили деятельность Томского научно-образовательного комплекса. Добавим, за деятельностью нового главы региона теперь можно следить на его официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте. Владимир Мазур возобновил видение публичной страницы, которую он вел на посту мэра Тобольска несколько лет назад, а также открыл телеграм-канал. Глава региона отметил, что намерен использовать все каналы коммуникации для информирования жителей о главных проектах Томской области, своих решениях, а также для обратной связи.